Я буду читать послание к гласам, последнюю часть третьей главы и начало четвертой. Четвертая глава, четвертый стих говорит, что в назначенное время Бог послал Иисусу Своего Сына. Что я буду использовать другие послания тоже, чтобы объяснить, что Бог обеспечивает нас, когда это Его время. Возлюбленные, полненные искушения, не чуждать. Интересно, почему? Зачем полненные искушения? Для испытания. Для испытания. Вам посылаемого кема. Бог же не искушает. А что делать? Испытывает. Верим. Для испытания. То есть допускает искушения. Для испытания. То есть оно не для искушения посылается, но для испытания посылается. Наши веры, как Авраама за сына. Утром я слышал пастора, слышал Артура Симонина, у нее дочь умерла 22 года, по годам назад. 22 года, дочка служила по всему миру, полностью, но тяжело и долго умирает. Что ему делать? Современно тут, друзья, не удивляйтесь тем тяжким страданиям, которыми испытывают у вас. Ну, просто слово «искушение» написано, страданиями, которыми испытывают. На английском написано, «Дорогие друзья, не нужно быть удивлены, когда у вас страдания приходят. Это и...» Есть питание. Да, есть питание. Но если... Не нужно быть удивлены, потому что это не как что-то необычное случается. Что это нормально. Да, это нормально. Да. Но мы не всегда хотим этого. Но это нормально. Это не признак нечистоты нашей, да? Это не признак чистоты нашей. Что планируют нам испытать? Испытание. А для того, чтобы сделать чище, крепче, крепче, твердо делать. А если не будет таких испытаний, то мы не умрем. Я вадим спросил Бог. Что если ты своих дочек не воспитывала, не наказала? Она, кажется, не смогла ли прожить? Не наказала? Не наказала. Все равно, как ты дошел. Все равно. Поправляешь. Поправляешь. Ищида. Но если не поправляешь, значит, ты младец. Интересно, 13-й си. Ну как Вы участвуете в Христовых страданиях? Что такое в Христовых страданиях? Вера, а что значит Христовых страданий? Ну как Христос страдал, мы страдаем за Него, как Он страдал за нас. Ну как Вы участвуете? Как это участвуете? Ну может быть нас обижают, а мы поступаем как верующие. Где-то как христианин кто-то, как христиан кто-то тоже хулит, а мы молчим. Ну как бы так вот. Несправедливо поступают к нам. Послушание Отцу. Как же радуйтесь. Как же пострадал за Христа? Чем можно радоваться? И Пётр же ж радовался. Ну как Вы сейчас из Христовых страданий? Радуйтесь. И Пётр же ж радовался. Помните, как их побили плетками? Они шли и радовались, что страдали за Христа. Ну не радовались, когда умирали, когда аквамы. Тут же про нас, что мы очень часто не радуемся. Когда приходят испытания, мы сразу начинаем ныть. А мы в суд можем подать, мы можем там всякие разные... А дальше написано, пусть никто из вас не пострадает как убийца, вор, злоумышленник или как посягающий на чужое. Но если он страдает, потому что христианин... Ты любишь по расходку, да? Ну это ж всё, что оно вместе. Мы же всех цены разобрали. А мне кажется, что оно в этом. Праведник всегда, как тот же Лот написано, что он мучился в праведной душе своей, потому что когда праведник живёт среди нечестивых, это всегда вызывает дисбаланс, ну как противление, потому что ты не вписываешься в это общество греха везде. И везде притеснение. А если везде принимают, то это уже проблема. А если нема страданий, немоганений, то это уже проблема с христианином, наверное. Кажут, что радуйтесь. И потому, если так будете воспринимать христовое страдание, в таком случае, да и в явлении славы его возрадуйтесь. Если вы радуетесь в христовых страданиях, то вы возрадуетесь в явлении славы его. Если злословить вас за имя Христово, то вы блаженны. Что, блаженны? Злословить? А я радуюсь. А я блаженна. На стороне Бога. Переживаю Бога. Как воно ломает нас. Как воно ломает нас, да? Боже, кто будет сегодня проповедовать, что поведает финансы. А мы сейчас в Балахе, как мы страдаем с Христом. Ну, чтобы иметь финансы, надо и пострадать чуть-чуть. Если злословить вас за имя Христово, то вы блаженны. Скажет, ибо Дух славы, Дух Божий пребывает на вас. Дух Божий, Дух славы пребывает на вас. В теме Он хулиться, а вам напроставляется карта. В теме Он хулиться, а вам напроставляется карта. Ну, когда мы носим в себе Христа и показываем, что мы другие, мы не поступаем так, как они, не обманываем, не ведем вот такую разгульную жизнь. Они нас не понимают, когда они собираются на вечеринках и пьют, а мы отказываемся идти на эти вечеринки. Они думают, что мы лишены вот этих мирских удовольствий. А мы радуемся. Радуемся, потому что Бог нам открыл другую жизнь. Без всяких вот таких застолий. Просто жизнь с радостью, с благословениями Божими. Одновременно может быть так, что он хулиться, а нам не прославляется. Одновременно. В тот же самый момент. Допустим, он злится на нас, как на христиан, а я улыбаюсь. Если я злюсь на него, то Бог уже не прославляется. Но если мы отвечаем все же сдержанно, как бы по-христиански, то он в таком случае нам не прославляется. Тимян хурица нам не прославляется. В одиннадцатый самый момент. А что тут нас? Да. Пригласить. Сейчас. Я только забрала. На праздники. На детские таблицы. Сиди в стороне, а на все стени события. А уже можно взять? Да? Можно, но только не все. И только немного. Столько? Сколько? Нет. Нет. Это чисто бумажка. Подарки. Он думает подарки. Подарки по ним выдавать. Как будто раньше. Да? Да. Тогда я съел из него вот этих. Пачкующих. Пару десяточков. Нет. Ну, чтобы раздать. Можно раздать? Да. Надо посчитать, сколько нужно. Ну и вообще. Мы в церкви, наверное. Когда люди будут раздавать. Уж их не так. Ну. Да. Я думала, мы будем так делать. Вот. Да. Так. Как Бог хотелось открыть. На весь кривой руку. Иисусу славу. Иисусу славу. На весь духовный мир. Иисус победитель. И мы в нем победители. Господь Бог. Славь. Сегодняшнее наслужение. Пусть Сына Богом. Астана Богом Святым. Силы и славы. Иисусу. Боже Бог. Иисус. 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 Аминь. Аминь. Содержимое странное. Или из таком стране, из таком. Это жизнь, что я буду. Не жуя. Капнуть и все. У меня вчера была ситуация, информация. Яка вона не понятна информация. И это уже полдня пытаюсь капнуть, не получается. Наши надо же прояснить. Надо же понять. А с его стороны зачем? Капнуть и все. Как получается? Параться? Капнуть и все. 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 Учишь, ты удивлен неизвестен? Я не пробовал. Не пробовал. Зря. Ну и поздравил неизвестен. А что ты с ним делаешь? Решение по ямарике. Как искренне закуток. Не верный друг. Пограмма. Чтобы не выяснять, как. Как Бог и впреди дальше. Как начать ничего не попалить и что-то... Я получаю. Я получаю. Надо двигаться тогда, чтобы попробовать. Вот тут у меня дети, вот здесь сюда приносить. Не надо.